Илья Самсонова Я провел 19 матчей за магнитку. Ровно столько же, сколько за всю прошлогоднюю регулярку. Ты играешь в хоккей? Я знаю, что ты любишь еще и компьютерные, и настольные игры. Это правда? Да. Единственное, что времени только маловато со всем. А так, да, я очень люблю. Какие ты хочешь? Черные или красные в кишке? Я ходить хочу первые. Поэтому красные. Хорошо, мне тогда черные. Часто ты в шашки играл в детстве или сейчас, может быть, с командой? С командой-то нет. У нас в основном карты или какие-нибудь другие. Игры. Больше, наверное, настольные футболные. А так, раньше с дедушкой, с бабушкой постоянно. Илья Самсонов. Вратарь. Родился 22 февраля 1997 года. Воспитанник хоккейного клуба «Металур». Дебютировал в КХЛ в сезоне 2014-2015. В 2015 году на драфте НХЛ выбран в первом раунде под 22 номером команды «Вашингтон Кэпиталс». Серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов мира. Обладатель Кубка «Гагарина» сезона 2015-2016. В хоккей пришел сам. Долго просил родителей, уговаривал, чтобы поскорее отвели меня. Вот, ну, в итоге в один прекрасный день это получилось. Вот с тех пор. Не изменяю, это не видит форма. Как ты решил стать вратарем? Сам тоже посмотрел. У нас был вратарь. Нормара, Коуспеля. Ну, на самом деле, мне просто понравилась форма. И только из-за этого, что вратари так выглядят красиво. Только поэтому. Я часто слышала этот ответ от вратарей. Видимо, наверное, все похожи. Все вратари, значит, так стоят в воротах. Играть в воротах – это большая ответственность. Тебя это не смущало, не пугало. Наоборот, мне всегда это нравилось. То, что, как и говорят ребята, там все тренировали, что 7% игры – это игра вратаря. Это мне всегда нравилось. Это у нас как отдельный вид спорта, по большому счету, что мы ни от кого не зависим. В какой момент в своей жизни ты решил, что будешь заниматься этим именно профессионально? Наверное, лет в 12, когда уже там пошли первые успехи, там первые шаги какие-то. Уже начались там и серьезные турниры, и там всякие мероприятия. И тогда понял, что уже это на всю жизнь. А какая-то альтернатива была? Выбирал между учебой и хоккеем, например? Нет, между этим точно не выбирал между учебой. Нет, так в хоккей всегда был на первом месте, и там редко в школу ходил. Магнитогорск – крупнейший металлургический центр страны. И второй по величине город на Южном Урале. Хоккейная команда здесь была основана еще в 1955 году. Я очень люблю свой город. И в принципе у нас кроме хоккея ничего нет. Это настоящая там и кузница, и хоккеистов. И у нас только комбинаты хоккея, и все. Постоянно все внимание на хоккей. Постоянно я помню стадионы, кучу болельщиков. Узнаю всегда, везде, постоянно на виду. Для меня это, наверное, лучший город. Как ты справляешься с давлением? Потому что, если вдруг шайбу пропускаешь, то винят обычно в первую очередь вратаря. Не знаю, металлургия, все нормально. Вратарей не винят. Обычно, ну, как стараешься не относиться к этому, что всякое бывает. Каждый вратарь пропускает, и просто нужно быстрее забыть эту ситуацию. Съездил там в угол, вернулся в ворот, и все. И, так скажем, продолжаешь играть. Все забыли, да? Недавно казалось, что вратаря Василия Кошечкина в магнитке конкурентов нет. Но Илья своей игрой поставил эту точку зрения под сомнением. Я не скажу, что у нас там какая-то прям конкуренция, что мы там с друг другом не разговариваем. Все прекрасно знают, что мы отлично общаемся. Мы стараемся делать все для того, чтобы команда побеждала. В 2016 году магнитогорский металлург, вырвав у ЦСКА победу в седьмом матче финала Кубка Гагарина, завоевал главный трофей континентальной хоккейной лиги. Плей-офф Илья Самсонов сыграл в пяти встречах и в 19 лет попробовал шампанское из серебряной чаши. Особо-то времени не было ее отпраздновать. Ездили, отдохнули с родителями, с друзьями ненадолго. Приехали в магнитку, забрали кубок там на два дня, думаю, он ее выбрал. Свозил в детский дом, свозил к родителям. Ну, в принципе, все, в этом все эти празднования закончились. Дальше начал готовиться к новому сезону. Как ты считаешь, в чем секрет успеха магнитки? Я думаю, это начиная, наверное, и от генерального менеджера Геннадия Ивановича Величкина, тренерского штаба, который огромную работу проделывает у нас. И медперсоналы, и массажисты, то есть это такое достаточно большое история. Все хотят победить, объединяя одну цель. Ну, и плюс хорошие игроки, которые знают, что делать и уже умеют побеждать. Ребята суперзвезды. У тебя никогда не было мысли, что, кажется, ты в клубе с менее высокими задачами и амбициями? Было бы проще пробиться в состав и проводить больше матчей? Да я не знаю, какой смысл об этом думать, если мне доверяют в этом клубе, в котором, тем более, я играю в родном городе, меня все устраивает. Конечно, охота всегда играть побольше, но это же все зависит от меня. Ужаливаться там, что я не в том клубе, не туда попал. Я думаю, что это не уместно. Поэтому я лучше докажу, что я сильнее буду добиваться. Летом 2015 года Илья отправился во Флориду, где присутствовал на церемонии драфта НХЛ, по итогам которой он был выбран Вашингтоном в первом раунде по 22 номерам. Сначала было очень страшно, когда назвали фамилию, надо было идти на сцену. Всего трясло, конечно, весь этот взмок. А потом уже, когда поднялись в лужу, уже после всех автограф-сессий, я поднялся в лужу и все, я отпустил, обрадовался очень. Он всю ночь не спал. Овечкин тебе звонил, поздравлял? Нет, не звонил. Кузнецов звонил. Что сказал? Земелью добро пожаловать. Вашингтону придется подождать. Еще до драфта Самсонов подписал трехлетнее соглашение с магниткой, рассчитанное до весны 2018 года. А вот лагерь новичков «Кэпиталс» Самсонов посетил. Были тренировочные сборы, начиная от питания, заканчивая всякими быту, как общаться с медиа. То есть очень много всего интересного. Лед был очень интересный. Много работали с тренером вратарей. Все показывали, рассказывали, знакомились с этой системой, как правильно питаться. Что рекомендовали? Воды побольше, овощей, фруктов. То есть не злоупотреблять шоколадом, газировками. Ну, это все так знают. Я думаю, что все хоккеисты стараются следить за этим. Ты следуешь этим советом? Ну, бывает, что иногда нет. От шоколада трудно отказаться. От шоколада я на самом деле сладкоежка. Мне очень тяжело отказаться. Понятно. Ходи. Мы от обороны играем. Магнитка как играет? Магнитка в атакуешь в хоккей. С нашими мастерами от обороны не сыграешь. Как победить противника, когда у тебя только три игрока, а у него шесть на льду? Да никак. Это же магнитка, это гол сразу. Как ты обычно от хоккея отдыхаешь? Дома, в кругу семьи, к маме, сразу, когда есть выходные. Либо на рыбалку. У тебя есть мечта поймать какую-то рыбу? Золотую. Какие бы три желания ты загадал? Потому что все в мире были счастливы выиграть кубок Стэнли, а не письки игры. Ну вот и все, магнитка выиграла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...